41 тысячу тонн молока летость отримали у подсобных господарках Мехилевской области. Подворки, а колеяны полные розные живёлы, молодые семьи называют антикризисным сродком на любые часины. А в сельских советах спадяются, что колькость подсобных господарок и коров у селян не будет скорочаться. Наш репортаж за агрогородка Дямидовичи Костюковецкого района. Мы семья Потапенко. Я сам родом отсюда. Жена из Костюковецкого города. Сын здесь родился. Семья Потапенко. К пытанию, где жить, выросла на коры с дома, и кидала сельская господарка. И своего доходного подворку. Почали из одной коровы, а теперь их пять, коли не лечить, быков, свиней, курей и остатней живёлы. Это, наверное, генетическое. Предки занимались этим сельским хозяйством. Ну так и я. Выходишь, птички поют, кто-то мычит, хрюкает. Душой приятно. Уласная господарка вартая працы. Был гэта – додатковый заробок и достаток у семьи. Естественно, это плюс, наверное, ещё одна зарплата или две. К этим, на которые ходишь на работу, зарабатываешь. Мара господару, своя ферма и гроши я навыдатковують. На поширынне господарки. Тем больше восьмигадовый Стас имкнется допомагать своим батькам. Дарыча, Наталья дует своих коров и аппаратами, и руками. Их эту працу господиня не лечить за великий тяжар. И сколько молока вы сдаёте каждый день? Ну, за каждый день мы сдаём больше сорока литров. У вогуля у Дямидовицким сельским совете теперь 64 коровы. И сёлита их колькость не поменьшилась, а на суперок тенденций о позже году. Кто-то заводит вторую корову, кто-то с работами сейчас тяжело. Поэтому держу вторую корову для того, чтобы было какое-то подспорье к жизни. Конечно, не варто покидать по зауваге проблемы вёзки. И помяншение колькости сельского насильства, и их устарение, и скорочение земельных наделов. Колько селянских господарок в области более за 110 тысяч. Али за опушние десяток годов гэтая лечба скоротилась амальна 25 тысяч. Сёня у селян 8800 коров. И мясцовые улады спадяются, что гэтая лечба не будет падать. Илона Иванова, Юра Власцов, Новина Регион.